В СССР действовали единые стандарты и подходы. Что-то менять начинали, когда появлялась новая необходимость. Взять, к примеру, ЗИЛ-130. Вы, конечно же, знаете легендарный грузовик, который даже сейчас иногда можно встретить на дорогах. В своё время он был просто незаменим. Практически флагман, на который многие равнялись. Но росли потребности страны, и его грузоподъёмность стала недостаточной. Поэтому на его базе было решено разработать грузовик помощнее. Конструкторам дали задание, и в 1975 году они представили новый грузовик под индексом ЗИЛ-133. В отличие от предшественника, грузовик обзавёлся дополнительной осью. Их стало три. Колёсная формула получилась 6 на 4. Увеличились в целом габариты грузовика. Длина составила 9 метров. Высота – 2,4 метра, а ширина – 2,5. Грузоподъёмность увеличилась до 10 тонн. В первое время грузовик пробовали выпускать с мотором от ЗИЛ-130, но посчитав, что выходит не очень экономично, перешли на комплектацию дизельными двигателями, мощность которых составляла 210 лошадиных сил. Случилось это в 1983 году. На старом бензиновом двигателе расход топлива получался 50 литров на 100 километров. Новый же дизель потреблял всего 27, так что экономический выигрыш налицо. Запас топлива хранился в двух баках по 125 литров. Новый грузовик мог разогнаться до 90 километров в час. Коробка передач осталась механической, пятиступенчатой. Модель вышла достаточно удачно и пережила множество модернизаций. Получая дополнительные литеры к названию, прекратили её выпускать уже в 1999 году. И она так и осталась самым крупным грузовиком в СССР. Если вам посчастливилось работать на этом грузовике, расскажите о своих впечатлениях и поправьте, если я где-то ошибся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова